Всем привет, у нас сегодня скайп-консультация с Сергеем из Украины, если не ошибаюсь. Алло, Серега, теперь мы тебя видим, здорово, а ты нас видишь, нет? Нет, вас не вижу. Это принципиально? Это принципиально. Мы просто тут с неграми, с голыми сидим в машине, в розовых топиках, и поэтому если ты нас увидишь, ты неправильно подумаешь про нас. Давай, смотри, какой у тебя запрос, что за вопрос, что за проблема, давай попробуем тебе помочь. Смотри, короче, вот с самого начала, да, родился я как бы в небольшой деревне, и там всю свою сознательную часть жизни пытался свалить оттуда. И после школы поступил в универ, и там, не доучившись даже одного курса, бросил это дело, и переехал в Киев, потому что появилась возможность на хорошей работе работать. Понятно. И в какой-то момент все стало устраивать, знаешь, появилась такая стабильность, типа, и вот все эти планы и цели, которые были, как-то отошли на второй план. А что за цели? То есть, ты, ну, там, как бы, цели предполагают бросить эту работу и идти дальше куда-то, да, или что? В смысле, ну, с работы это никак не связано, то есть, там, слой бизнес, там, ну, вот такие банальные, знаешь, что есть. Понятно. Как показывает практика, ну, не всегда это банальные цели в России, потому что 80% людей, наверное, я думаю, живут и не парятся, как бы. Ну, вот, и такой момент был, что я тоже как-то перестал париться, потому что, знаешь, там на еду было, на какие-то развлечения были бабки. А сколько тебе лет? 21. Понятно. Вот, ну, потом как-то перстал в какую-то стену и понял, что пора как-то идти дальше, вот, развиваться и там, ну, потому что еще как плюс ко всем этом. Сейчас, погодь, секунду. Окей. А вы не Владимир случайно? Да, нет, это не он вообще. Нет, человек, не снимайте. Я не снимаю. Я по привычке. А вы меня смотрите, что ли, или что? Да, да, что-то знакомое лицо на ютубе, по-моему. Ну, есть такое, да. Ну, что-то пикапчик связан. Ну, типа того. Да, типа того. Ясно, а вы сами по себе у кого-то или учились? Ну, всяк, все мы у кого-то учились в свое время. Не, ну, я просто тоже в теме, как бы. Только я, ну, если Лесли, знаете. Ну, все с него начинали когда-то, в какие-то, когда-то давно, то есть, вы у него коучинг какой-то проходили? Или книжки, там все такое. Книжек все начинали, как бы. Потом я украсочке научился, ну, и там много чего еще. Хорошего вечера. Нет, я тут недавно как раз товарищу посылал твое видео, там, с девочкой одной-то знакомился. Не может быть. Он вызрали, говорит, что-то как просто, говорит, упал, говорит, прям вообще, говорит, без темы. Понятно. Ну, мы сейчас работаем, немного хорошего видео. Вернее, хорошего вечера, хорошего вечера. Счастливо. А, кстати, может, телефонами обменяем? Ну, у меня есть на сайте телефоны, как бы, звоните, то есть, там, если нужно, мой помощник вам даст телефон. Окей, все. Все, счастливо. Счастливо. Удачи. Слушай, у него какой-то такой профоренный таз. Давай, дальше. Смотри, мы прервались тут, видишь, в пробках уже на разы. Изнают. Слава и популярность. Ну, да пипец. Полный штаны славы и популярность. Давай, ну, вот смотри, 21 год, то есть, работал, забил на цели. Вот, и, короче, и там появились некоторые идеи, которые вот хотелось бы уже начать реализовывать, да? И, ну, для старта, банально, нужны какие-то бабки были. Ну, есть. Нужно. И решил, что, как бы, неплохой вариант уехать на пару месяцев домой, да? В деревню, в смысле, да? В деревню. Ну, там такое население 10 тысяч, да, в деревне, короче. Вот, и, то есть, я буду работать удаленно на той же работе, то есть, получать те же бабки. Но не буду платить за хват, а там на 6 меньше тратить. И, короче, я прикинул, что достаточно быстро получится насобирать нужную сумму. То есть, ты считаешь, что за 2 месяца жизни в деревне ты насобираешь сумму на бизнес или что? Ну, это что? А тебе хватит этой суммы на собственный бизнес? Ну, за 2 месяца. Ну, 2 месяца это образно, типа, там чуть больше. Слушай, ну, вот я к чему говорю, что вопрос-то в чем? Что 2 месяца, скорее всего, все не ограничится, да? Ну, да, вот. А чтобы заработать хоть какой-то стартовый капитал, хотя бы на то, чтобы китайские тапки привезти, не знаю, там, и продать в каком-то другом месте. Мне кажется, ну, надо года 2 проторчать в деревне, если это будет по твоей технологии. Да, не, ну, не 2, короче, но я там прикидал и все. А смотри, а теперь сформулируй вопрос, то есть, в чем вопрос вообще? Да, сейчас. Фишка в том, что, как бы, такая идея меня устраивает, но тот факт, что придется вернуться туда, откуда еще несколько лет назад пытался со всех сил как-то свалить. Ну, не то, что в депрессию гонять, но вот как-то что-то... Пойдусь, что мы теперь грубо говоря, да? Ну, я понял, сейчас мы чувака, который нас узнал, подожмем чуть-чуть. Смотри, слушай, ну, а есть вариант подумать, как больше денег просто заработать в городе? Ну, я лично, вот, допустим, из Москвы сейчас вот в ту деревню, откуда я приехал, я никогда не вернусь. То есть, я там в Самаре сначала жил несколько лет, да, потом в Москву переехал. То есть, я сейчас даже в Самару никогда не вернусь, конечно, зарекаться не надо, да, мало ли, но, грубо говоря, желаний возвращаться туда нет. Я лучше придумаю, как мне здесь, потому что, ну, как бы, есть какой-то уже соответствующий уровень жизни, да, какая-то реальность сформировалась, что здесь люди по улицам ходят, как бы, в Москве, ну, в Киеве, я думаю, тоже. То есть, какие-то места для развлекаловки тут, ну, как бы, вообще-то здесь много успешных каких-то интересных людей, которых можно встретить на улице, там, красивые девки, ну, и вообще много чего, масштаб, простор и так далее. И, короче, смотри, вот я тебе просто сваю, мы свой момент сейчас в двух словах. Я, когда приехал, там, на 9 мая, вот в этом году туда, к родителям, там, именно, прям, туда, в сельское место, где они живут, там должна была быть... Чуть в 20 минут. У них там, типа, ну, салют, все такой, праздник, вот эта вся хрень, да, как бы, а там пошел дождь, ливень, и все это отменили. А поскольку там все-таки село, там довольно мало освещения, и там, и прочее, да, и мало людей, я вот ездил, как бы, на машине, там дождь идет, какой-то мрак, тоска, и знаешь... Какие ты звони давай? Настолько стало стрёмно, я подумал, вот не дай бог сейчас, если я сюда вернусь, да, у меня просто, знаешь, вот настолько какой-то вот момент отчаяния был, что я думаю, бля, нет, 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 и что, я сейчас в Москве живу, я не здесь. То есть это было настолько тупо, глухо и безнадежно, знаешь, какое-то ощущение безысходности в этой деревне. Просто у меня было такое, когда я бросил институт, ой, путь, что говорят, то есть я не поступил в институт, не смог, как все, хотя я очень хотел переехать из села в город, чтобы начать там это, ну, как бы, какую-то более интересную жизнь. Вот, и я остался там в колхозе, как бы, да, понимаешь, и мне было вот такое же ощущение безысходности, что, типа, все там, а у меня жизнь мимо проходит, поэтому я тебе говорю свое, что вот я лично туда не вернусь, я бы на твоем месте подумал, как лучше в городе заработать бабки. То есть у тебя сейчас такая позиция, как бы, ну, бедного человека, да, то есть мне вот, мои родители, пока я не стал нормально зарабатывать, говорили, чувак, нужно меньше тратить, да, то есть, возможно, в чем-то они правы, да, но, как бы, есть элементарные вещи, на которых экономить нельзя, там, одежда, обувь, не знаю, еда, там, что-то еще, отдых там и так далее. То есть у меня позиция другая, что надо больше зарабатывать, то есть если ты хочешь узнать мое мнение, что переезжать тебе в колхоз или нет, как бы, однозначно нет. То есть у тебя есть два варианта, да, комфортный, более комфортный, это переехать к себе в деревню, да, то есть он комфортный тем, что, в принципе, там уже все знакомо, привычно там, как бы, будут бабки тратить, экономиться. И второй некомфортный, это придумать, как тебе здесь, в Москве, там, вернее, в Киеве заработать денег, да. И, естественно, мозгу хочется более комфортный вариант Чтобы так проще, удобнее Но, с другой стороны, если ты хочешь по жизни продвинуться Я бы выбрал вариант остаться тут и подумать, как лучше дополнительно заработать бабла Вот и все То есть у тебя хата, допустим, занимает 30 тысяч рублей в месяц Ну, например Это средняя цена однушки где-нибудь на окраине Москвы Соответственно, ты просто думаешь, где тебе это Ну, еда там занимает, допустим, двадцатку Просто думаешь, где тебе заработать больше на полтинник Вот тебе те же самые деньги Ну, это мое мнение просто Давай дальше То есть это как бы, если было нужно мнение Переезжать, не переезжать Вот я тебе его сказал То есть давай дальше На самом деле нужно было там Это, опять же, мое мнение Я тебе не навязываю Просто ты говоришь То есть ты сам сейчас противоречишь Ты говоришь, с одной стороны Я типа хочу заниматься бизнесом Ну, что-то там делать на себя и так далее Это, как всегда, сопряжено, как правило, с какими-то этими Только если я буду с ней разговаривать, не снимать им Что там у меня за интересная девка Давай Сопряжено Опусти окно Нет? На минутку Ну ладно Смотри, значит, это Ну, не хочет девка опускать окно Она просто проверила Настойчивость Не у него говна Да, бля Смотри, значит Ну, просто в этот раз мы ее не подкупили, как обычно Мы же подставу снимаем Банки платим телкам Вот, и в этот раз, как бы, видишь, заранее не договорились Она сказала, идите нахер Смотри, как бы Она с кем-то, например, разговаривает Телефон, да Скорее всего, мужик, какой-нибудь ее там Или кто-то Который купил эту тачку Который купил эту тачку Который купил эту тачку Который купил эту тачку Не, зачем Не, ауди, т.т. новое, что-то Или это старое Новое, новое Нет, предыдущий кузов Да ну нахер, говно Ладно, смотри, значит Ты говоришь, я бизнесмен, типа там, ну, будущий Да, то есть, во всяком случае, ты раз об этом задумался Значит, так или иначе, ты, как бы, так что-то будешь делать в этом Вот, и бизнес там, или какая-то работа на себя Естественно, сопряжена с трудностями, да С там, выходом из зоны комфорта И с какими-то там Ну, с чем-то таким, да То есть, не будет у тебя возможности полежать и расслабиться Особенно первые годы, если ты что-то будешь там свое делать А ты сейчас сам себе противоречишь А я хочу себе сделать, как мне комфортно, чтобы бабки экономились Я тебе придумал, как еще проще сделать То есть, ты берешь, не знаю, поселяешься Это, конечно, шутки все, да Там, поселяешься в коробке из-под холодильника Вот, и за жилье платить не надо И переходишь на бич-пакеты Как бы Вот экономия, отлично Ну, естественно, как бы, да Лучше остаться в Киеве и мутить что-то там Это тебя больше закалит, больше тебя продвинет Ну, как бы, я думаю, если почитать биографию каких-то успешных старых чуваков Там и российских, и нероссийских Вот, они, как правило Многие говорят, что надо больше зарабатывать, да Не ужиматься совсем уж, понимаешь Есть понятие ужиматься в расходах Не, я не буду тебе писать, мужик То есть, это тебе надо Все, тебе хороший вечер, у нас консультация На связи Значит, смотри А ты не знал, что у меня визитки есть? Не знал Я не знал Смотри, значит А кто вы, а где я, с кем я Кого снимает, да? Давай, мы отвлекаемся, извини, пожалуйста Но у нас вот так вот обычно вечер проходит Давай То есть, что-то мы говорили, что Да, все эти успешные чуваки А, есть понятие экономить на расходах на бизнесе Да, там думать, как тебе сократить расходы Чтобы там при этом Больше оставалось свободных денег Это одно, да Ну, у тебя сейчас какой-то уж прям крайность какая-то, да Что там, переехать в деревню Тем более, если тебе там некомфортно Значит, будет вариант, что либо ты оскотинешься там И если тебе вдруг там через какое-то время станет комфортно Это ужасно Ты можешь не вернуться просто обратно, понимаешь? То есть, ты уехал вроде бы копить деньги на бизнес А через два года поймешь, что скажешь Да ну его нахер этот бизнес, да? Мне здесь клево, да? Есть такая тенденция, что если люди в тюрьме сидят, допустим, по 5-10 лет А потом выходят и, пробыв на воле, там, не знаю, месяц-два Они опять кого-то почикают, ограбят и уйдут туда, потому что им уже здесь стало некомфортно Да, там у них комфортно То есть, привычнее Не значит, что им там лучше или легче Просто там привычнее Вот Поэтому я бы не советовал тебе никак Давай, что там дальше у тебя? Я по поводу еще, вот, собственно, темы твоего канала хотел спросить Там слышно, я надеюсь, что ты говоришь Да, 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 спрашиваю Вот Как бы я не знаю Что-то связь прервалась, мужик А, мужик, сейчас консультация по скайпу идет Давай, это прям Я сейчас наберусь, да Либо, если я не наберусь, но ни в коем случае не забыл, Саня Это все актуально очень, как бы Прям вот минут через 20-30, ладно? Давай Сейчас, значит, скайп Алло Да, извини, тут это, как бы Сейчас, как тут динамик-то включить? Слышишь меня? Да, да На охотном камере Вот Так, сейчас я включу камеру Где камера? Это вот она Подойди, позвони Вы уже с кем-то разговариваете Ну да, разговаривай Подойди, позвони мне на охотном ряду Давай Так, выбрать, отменить Подожди, мужик, ты меня слышишь, да? Да, вообще Перезвони еще раз, пожалуйста Позойди в охотный ряд и позвони мне Ты напиши смс-ку тебе У меня В телефон, смотри, вот, сейчас Смотри Отправил, не отправляется Извини, поэтому я как бы Значит, это Деньги есть Телефон Алло Да, да, да Значит, тебя не видно опять А теперь? А теперь? Теперь тоже пока не видно Давай еще раз перенабери Подожди, сейчас я камеру включу Да, перенабери Вроде нормальный парень, да? Хотелось бы вырезать эти самые Вот эти все это был камни Ну не будем вырезать Ко мне надо Тот досмотрит Да Алло Все, нормуль, короче Давай продолжаем А то тут у нас что-то Нас много слишком всего отвлекает Последнее время Какая-то такая штука произошла, что... И чуть громче говори Просьба такая Так лучше слышишь Да, да, да Вот, возможно, из-за всех этих мыслей Что парился, но... Ну и что, и то есть начал переживать Что себя хуже чувствовать или что? Вот черт, кто знает Вот, что ты даже знаешь Или это ты сейчас себе причину нашел Чтобы, допустим, не делать подходы Потому что где-то в какой-то момент Что-то где-то не получилось и так далее Да, черт, ну, возможно, но вот как-то вроде все осознаю Как бы все ясно, что и как делать А вот даже само какое-то общение получается в руки Что это, правда, черт? Я понял, смотри, но это... Потому что очень многое зависит от внутреннего состояния, да? Вот И... Как бы это, естественно, будет отражаться там на девушках Там на это самое На общении с ними и на всем остальном Ну, надо с этим работать То есть ты себе напиши, что тебе Или там подумаешь, что тебе надо для того, чтобы чувствовать себя хорошо Для хорошего внутреннего состояния, вот Не пускай вот этого чувака Так он недовольный рожен, но... Естественно, значит, надо там деньги зарабатывать Надо... Ну, как бы... А ты думал о том, что когда ты переедешь к тебе в колхоз обратно Что там девок не будет вообще? Да, я тоже об этом думал Это тоже напрягало Я там решил Хотя бы раз в неделю В ближайший город приезжать Это все фигня Девка скажет Хорошо, давай пойдем к тебе Что ты ей скажешь? Пойдем ко мне Хорошо, я об этом еще не думаю Алло Да-да-да, говори Говорю, об этом еще не думал Ну, так ты сразу подумай об этом То есть, вот она скажет Хорошо, чувак Там, ты мне нравишься Погнали Пригласи меня в гости Она, конечно, так не скажет Но я тебе образно говорю Я понял Вот И куда ты будешь ее приглашать? Что-то буду думать Там, хату искать Не знаю Это опять же Ты же опять же живешь Ну, то есть, ты возвращаешься к этим же затратам То есть, ты понимаешь Что, чтобы получать Ну, как бы нормальное Какой-то Качественную Ну, как бы качественную жизнь То есть, как бы это с деревней не ассоциируется То есть, ты видишь, говоришь Мне опять надо будет искать хату Чтобы туда приглашать девок То есть, ну вот Получается, ты приедешь в деревню Поймешь, что там жить невозможно И будешь опять думать Как оттуда свалить Как снять хату А это все лишние затраты, естественно Чего молчишь, что? Да, задумался Не, ну, на самом деле Я, в принципе, понял Ну, это опять же только мое мнение Тут вот еще парни сидят рядом Да, может быть, как бы У них там какое-то другое мнение Не знаю То есть, что скажете, ребят Насчет того Переезжать или не переезжать в село Ну, лучше, наверное, не переезжать Просто опять начнешь Ну, деньги тратить Там, квартиру снимать Там, шарики покупать Ну, начнется опять все Как и сейчас Не знаю Лучше найти вторую работу Там, не знаю Я считаю, что в деревне нужно жить Когда тебе там За 50, да И тебя потянуло на природу Либо если у тебя рядом город И есть семья Допустим Ты там живешь в коттедже У тебя там в городе работа Ты там сел в тачку Там через полчаса Или через час Ты в городе Да, там поработал Приехал Там у тебя семья Дети там бегают По газону и так далее Ну, то, о чем ты говоришь Там в 21 год и так далее Ну, ты че Плюс То есть, понимаешь Когда у тебя уже расширилась Карта мира Картина мира Карта сознания Что, типа, мир Он не ограничивается Твоей деревней Да, в Киеве там, глядишь Можно тачку какую-то клевую увидеть Там, красивую девушку Не знаю Какого-нибудь чувака известного Это замотивироваться этим Подумать Блин, клево тоже хочу Как бы Очень много На мотивацию Оказывает Очень большое влияние То, что ты видишь Вообще вокруг Да, твоя среда А если ты живешь где-то Где тебе все говорят Что жизнь говно И, как бы Сельский клуб по выходным Да, и что Как, вот знаешь Любят там деревенские Говорят Их богатых не поймешь Там, вот Они городские Вот такие Вот То есть, да Как бы Ну, это все Врастет в твой мозг Понимаешь Потому что я в свое время Очень долго пытался Наоборот Вот это колхозное Нищее мышление Из головы выкинуть Оно и до сих пор Иногда меня преследует Но на 90% Я от этого избавился Вот А тут получается Тыс Ну, как бы Очень многое зависит от среды Если бы я жил там же У себя в деревне, да Я бы, наверное Навряд ли об этом задумался То есть, я поехал там Раз за границу Два там на море Там Раз в Москву Еще куда-то И я посмотрел Что люди живут по-другому И мне захотелось жить так же Вот у меня такая Мотивация была Увидел красивые Там машины Красивых девушек Еще что-то Мне захотелось Еще-еще Ну, у тебя как бы Сейчас мышление Далеко не Бизнесменское Не предпринимательское Не знаю Потому что ты Не в ту сторону Думаешь Посмотри видео Парней с БМ А уровень нормы То есть, я опять же При всей моей При всем моем Двойственном отношении К ним Что с одной стороны Я про них Все время говорю Что у них есть Что почерпнуть С другой стороны Там надо очень сильно Фильтровать информацию Потому что У меня многих знакомых Они прошили Они стали идиотами Которые там Заменили себя бизнесменами А сами ничего не зарабатывают Вот Но есть полезные фишки Как бы Ребята из БМ Они в принципе молодцы Вот Там есть видео Уровень нормы Когда они наоборот Говорят, что должен Повышать Ну как бы Своё привычное Жил в деревне Переехал в город Ходил есть в столовую Номер один Там Стал есть там Не знаю Кафе там Ромашка Иногда по выходным В ресторан Ходил в клуб пропаганда Где там тусуются Гопники и каблушницы Начал ходить Там не знаю В джипси То есть там Или ходил в джипси Пошёл в крышу мира Не знаю То есть Постоянно По возможности Повышая Покупал джинсы За двушку Купил запятак Там То есть Там есть что послушать А ты мне говоришь Наоборот А понижение уровня Нормы какого-то Зачем В общем как-то так Давай Если есть еще вопросы Мужик Задавай У нас есть минут 10 Если нет Будем потихоньку Закругляться То есть вот это Основное было Ну вот Просто эстинад было А почему ты меня Вообще решил Об этом спросить Знаю мужик Как-то смотрел Все свои видосы Черт его знает Я же пикапом занимаюсь Как бы А не это Оно же все как-то Завязано на личностном росте То есть с развитием Хочешь лучше Хочешь лучше Ну женщина на самом деле Очень сильно толкают К развитию Да Хочешь лучших женщин Понятно что Лучшим женщинам Нужны лучшие мужчины Да И естественно Лучший мужчина Ну Явно не тот Который живет На 20 тысяч рублей В деревне Да То есть Возможно сейчас Кого-то обижу Потому что такие парни Смотрят Ребят Самое главное Чтобы вас все устраивало Это первый Второй момент Чтобы вы не наебывали себя То есть то что Если тебя действительно Устраивает жить в деревне Получать 20 Раз в неделю Ездить в город Не знаю Там в киношку И Ну Ну и все такое Да То есть Если это правда Тебе нравится И ты кайфуешь От этого Ради бога У меня самое интересное Что и такие люди есть Но если ты при этом Понимаешь Что жизнь Может быть другой То Ты знаешь Как бы Я тебе наоборот Советую сейчас Ездить в какой-нибудь Еще крупный город Там Или куда-то еще Чтобы ты увидел Еще больше Что жизнь Еще и круче Чем в Киеве есть Тогда тебе точно В деревне Не захочется Когда я рассказывал Одному своему знакомому Диме Ну он никогда Не увидит этот канал Как бы Даже если увидит Дим привет Ты лох Ну привет тебе большой От меня Вот Да ты лох Тим Вот Смотри Значит Суть такая Я ему когда-то Когда сам еще Начал заниматься Пикапом Рассказывал про то Что вот как это классно Да Там что это там То-то-то Я там рассказывал Про какие-то Свои похождения Меня вот поразила Димина фраза Да Когда он сказал Что Что он сказал А он говорит Да Не рассказывай мне Это вообще лучше Потому что Мне тоже захочется Я подумал Окей То есть Есть люди Которые предпочитают Вообще не видеть Что в жизни Есть что-то более лучшее Да Чтобы этого вдруг Не дай бог Не захотеть И не понять Что у тебя-то Все не так хорошо Поэтому я тебе советую Наоборот Не знаю Накопи бабла Съездя на море Куда-нибудь И тебе захочется Еще Еще Это явно В деревне Не захочешь Приедь в Москву В гости Окей Как-то так В общем мужик Спасибо Да А что вообще скажешь Про онлайн Тренинг Как для тебя Был онлайн Тренинг И соответственно Когда ты проходил Расскажи Что-то получалось Что-то не получалось Расскажи Как это вообще На самом деле На самом деле Я вот Недавно задумывался О первом задании Которое там было Можно сказать Какое-нибудь Говори все Что хочешь Там 50 приветов Сделать Ага Я помню Потратил на него Несколько дней И то сделал Не все 50 А сейчас вот А сейчас вот Понимаю Что это задание Делается Ну по сути За 10 минут Но оно делается За полтора часа Если ты В каком-то Средненаселенном Городе Там допустим СНГ А как ты это понял Что он делается За 10 минут Ну вот В каком-то моменте Вот когда уже там Даже месяц назад Просто Выхожу там С теми же друзьями Да В поле Как это называется Ага И вот когда уже Раскачанное состояние То ты понимаешь Что можешь все Ну короче Может понести Ну то есть Ты делал что-то В течение Короткого времени Дайте привет Отмечают Ну вот То есть Это к тому Что некоторых Ну сразу Вставляет Да Некоторых не сразу Но так или иначе Механизм рабочий Просто То есть Его надо взять И как бы Применить Проблема в том Что люди не применяют Еще Короче Понял такую фишку Я Как-то во время тренинга Это не дошло Но обязательно Нужно делать все Задание На 100% Давно там Ты ничего Не извините Я не знаю Потому что Я вот После Во время тренинга Сделал не все И потом Через несколько месяцев Приходилось Доделывать То есть Перечитывать записи И переделывать Понятно А вот то что У тебя там Это Там В твоем городе Скорее всего Были какие-то парни Которые тоже Проходили онлайн В это время Да Ты с ними Состыковался Как-то Да Позвольте Но вам вместе легче было Или как Да Вместе легче Гораздо легче Как-то действительно проще Понятно Значит смотри Ну По поводу онлайна У меня 1 ноября Стартует Следующий Такой же масштабный Онлайн Но у меня цель Набрать 1000 человек В онлайне Вот Соответственно Там будут Штуки Которые его отличают От предыдущего Там будет Максим Красочкин Там будет Чат постоянной поддержки То есть люди могут Задавать вопросы Круглосуточно Им будут отвечать Поддерживать И так далее Ну Все подробности Я потом расскажу Просто к тому что Если у кого-то Из твоих там Есть желание Его пройти Либо есть люди Которые С первого раза Их не вставил Они проходят еще То есть ценник Будет тот же Вот То есть имей ввиду Что 1 ноября Я об этом еще Буду говорить много Стартует глобальный Онлайн тренинг Цель которого Собрать тысячи человек И чтобы эта армия людей Как бы Как-то помогала Друг другу Да Потому что обязательно В городах Найдутся единомышленники Те кто проходят Из одного города И вы будете вместе Кучковаться И что-то делать Ну Как-то так Поэтому Если кто-то у тебя есть Там друзья знакомые Ну Донеси до них Эту информацию Окей Вот Ну ладно Слушай Я надеюсь Я хоть как-то тебе помог Ты на самом деле Помог Да Поэтому Ну Звони Пиши Как говорится То есть по возможности Я обязательно отвечу Хорошо Спасибо большое Все Давай Счастливо Лужик Давайте ребята Спасибо еще раз Пока Ребят То есть еще раз Для вас Информация 1 ноября Стартует онлайн тренинг О котором я буду Рассказывать Еще более подробно И много И соответственно Он будет Еще более Продуктивный И эффективный Еще больше будет Отличаться От предыдущего Цель набрать Тысячу человек Мы это сделаем Это будет Тысяча мужчин Которые Изменят Свою жизнь Если ты с нами Вписывайся Информация будет позже Счастливо 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 Счастливо